Сейчас, извините, секундочку, у нас не подключена камера. Отлично, извините, дорогие друзья, 22 ноября 2013 года, я отбываю в госпиталь. Перевели из одного отделения в другое, так-так-так-так, третий лечащий врач, а лейбискоген у нас остается, кстати, продает Алексей, он не особо любит сниматься, точнее, даже вообще не хочет сниматься, поэтому только вот за кадром, ну, ты с ним вообще познакомишься. В 19 часов состоится вебинар дежаграммных записей мысли. Вести его будет Федосеев Роберт Юрьевич, автор концепции. Сейчас мы на стене выложим сообщение, что ты на дежурстве в студии. Посмотрим и дойдемте, слышим. Ну вот, начали подключаться зрители, два зрителя, это хорошо, а начали появляться сразу же. И так, записываем. Итак, записывайте, дорогие друзья, телефон разработчика пироизной установки, автора разработчика пироизной установки. Посмотреть на Владимиру Кокареву и на его действующую установку можно в Ютубе, набрав поисковые слова «Деньги из мусора». Ярослав Староксин снимал этот сюжет «Деньги из мусора». Измельченная резина по конвейеру-транспортеру подается в бункер-загрузчик сверху. С этой стороны, пневмоническим поршнем, масса проталкивается в пиролизную камеру. Далее происходит процесс горения. Размеры установки по длине будут даже меньше. В зависимости от производительности установки будут меняться габаритные размеры. Чтобы она постоянно работала, работала и работала. Снятие мусорчиков, хвосты, это то, что остается, после того, как выбирают железо, стекло, полипластмасса. А пластмасса можно сюда, она очень прочная. Брелая резина, связки, эффективные исходы. Много тепла, много электричества, углерод, газ, жидкое топливо. Покрышек, из которых 2 тонны жидкого топлива. Причем 5 тонн в сутки покрышек. 2 тонны жидкого топлива. 1 тонна газа, остальное углерод и всякое. Вы при этом еще имеете и тепло, и электроэнергию. Дорого-то или нет? Это вообще бесплатно. Скажите, пожалуйста, чем эта установка отличается от мировых аналогов? Здесь именно ноу-хау, который сделал Владимир, это то, что газ с диоксидными средними веществами поставляется обратно в дизельный двигатель, и оно за счет сгорания больших давлений и температуры выше, там, 2500 градусов, разлагается на элементарные составляющие. То есть на азот и кислород, на серу в чистом виде. Не оксиды, а серу. И получается, на выхлопе ваш выхлоп не превышает вредность выхлопа любого дизельного двигателя. Это азбез, да? Побольше, побольше, побольше. Подожди. Ну, сейчас все вы увидели, как из отходов производства, в данной руке, я в левой руке вот это показываю, мы получили некое топливо, жидкое топливо, которое позволяет заменить существующее нефтяное топливо. Так как мы, специалисты Института электрификации сельского хозяйства, лаборатории биотоплива, брали анализы этого топлива, делали, то мы можем заявить, что здесь находится 10% мазутной составляющей, до 15% бензиновых фракций, остальные находятся в хорошее чистое дизельное топливо. Поэтому при переработке отходов резино-технических изделий мы можем получать в прямом виде жидкое, углеводородное, высококачественное дизельное топливо. Поэтому это архи необходимо не только Москве, как мы там работаем, но и всей стране, можно сказать, всему миру. Потому что проблема экологии и энергетики решается в один прием. Спасибо. В Тверине эта установочка стояла. Сейчас вот пустые вычатили, спросят его у тебя фон, ой, предпринимайся. Понятно. Пусть Херослав Старус не заедет, он ему расскажет подводные камни и подбизнес. Я сертифицированный представитель Владимира Кокарева для разговоров с инвесторами. 8906, 550, 1-1-1-1. И сейчас все бросятся звонить напрямую. Зачем таки расслабить? Мы сейчас сами тут все решим, все поймем. Так, уже 4 зрителя. Ну вот, смотри. Эфир в 7 часов. Сюда сею. Пусть Бог создатель, пусть творец, пусть Бог и человек, но он единый. И каждого из нас он тащит на руках, когда нам тяжело. Но мы приехали, мы приехали. Мы приехали. Сюда сею. Не пришли деньги. Друзья, перечислил через Киви кишелек, но до Соргина 200 рублей. Не пришли. Ну что мне? Тратить время разбираться в этом? Ты Кокерю хотел бы занять? Нет. Давай наберем его. Эти массажные кресла сдулись такие. Он такой, я говорил, встреча будет замначальника госпиталя. Что, прям сам начальник? Я говорю, ну сейчас вот он мне позвонит. Я говорю, Игорь Игоревич, когда принять тебя? И все. Я слово сказал, а эти сдулись. Здравствуйте, уважаемые участники переговоров. Нам бы хотелось вам предложить консолидацию в области промышленных и исключительных прав. Мы предлагаем зарегистрировать исключительные промышленные права в области транспорта. Транспорта и мягких кресел. То есть комплектация транспортного средства мягкими сидениями, массажными креслами для пассажиров. Это предложение применимо в промышленности и носит статус полезной модели. Это маленькая научная работа, которая описывается специалистам с юридическим и техническим образованием. Государство принимает к регистрации формулу, юридическую формулу нового технического решения. Именно она монетизируется. У нас есть предложение создать частные, государственные и исключительные имущественные права в виде нового продукта, полезной модели в отрасли комплектации автомобиля. Любого транспортного средства с массажными креслами, с вашими массажными креслами. И привлечь сюда как частного стратегического партнера в качестве соинвестора, так и государственного партнера. Вот, узнает изобретатель. Володя, здравствуй, дорогой. Здравствуй, здравствуй. Делаю рекламный сюжет, что я единственный сертифицированный тобой представитель для разговора с инвесторами. Что прежде чем с тобой встречаться... Олег Басаргин рядышком сидит, тебя слышит. Большой привет, тверские предприниматели... Тверские предприниматели хотят с тобой связаться. Так что Олег на днях будет в Твери и с тобой свяжется. Даю трубочку Олегу. Давай, давай, даю Олегу. Привет. Как ты сам? Слушай, а вы так с властями... С властями... То есть мы в прошлый раз с вами ходили в замглавы города, да? Муниципальные? Вот. Ага, и что? И дальше? А где доля? Ага, и что? А где доля? Ну, в общем, как всегда, обещают. В общем, да, обещают, обещают. Ну, как бы дадут, дай Бог, чтобы дали. То есть... Слушай, тебе позвонит Игорь Мелик. Я ему скинул сейчас твой номер телефон. Игорь. Игорь Мелик. Подожди, Володя. Слышишь меня? Да, слушаю. Тебе позвонит Игорь Мелик. Это... Вот. Его интересует твоя установка. Он хочет вложить в тебя денег, но не 5 миллионов, а 1,5 миллиона рублей. Но вот он как бы... Он это сделает. Ну, в общем... Начал камень. Сначала камень. Да нет, вопрос не в том, что... А ты знаешь, что? Ты попроси его, чтобы он с Сирославом Старухиным. Вот. С Сирославом Старухиным и в прямом эфире. И чтобы Сирослав Старухин все рассказал о твоем бизнесе. Не, а изобретение... Да у него бизнеса нет. О каком бизнесе? Вот, 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 вот. А твой официальный представитель кто? Ярослав Старухин. Хорошо будет, да, отлично. Пап, все, обнимаем тебя. Спасибо, я вас обнимаю. Обязательно уважения. Пока. Пока. Ну, Олег, я тебя оставляю, у тебя три зрителя. Постепенно количество зрителей будет у тебя расти. Садись. Вот тебе камера. Слушай, я пойду на кухню. Это вот твой. А что ты на кухне будешь делать? Чай. А кто тут будет работать на дежурстве? При каком дежурстве? Прямой эфир идет? Я сюда приду. Я же выйду на улицу. Смотри, что происходит. Смотри. Посмотри, что происходит. Я вот нахожусь в сети. И вот вижу, что Олег Беслабин на дежурстве в студии. А я вышел из метро где-то. Я в маршрутке еду. Ну, что-то такое, да? Я раз такой. А сеть интернет есть. Я говорю, ну да. Оп. Вот и присоединится встреча. А мы находимся где угодно. Главное, что тут трансляция открыта. А где ты здесь присоединился? Сейчас увидишь. Сейчас увидишь. И Руцлав. Оп. Я сейчас. Здравствуйте, дорогие друзья. Видишь, как я наоборот? Видишь, как я наоборот? Мы создали всю время и времени. И происходит задержка во времени. Мы создали в том числе... Нет, нет, нет. Врачать очень нет. Мы создали некую инструкцию. А она... А она... Вот... Составания во времени нет. Что мы особенно... Создали. Вот. Это зеркала. Ты как зеркала ставишь? Ставишь. 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 Вот есть. Пространство. Чистоты пространства. Здесь можно наблюдать. Раз, раз. 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 Алло. Да, да. Да, да. Да, да. Ну, вот сейчас я еду и собираюсь ехать. Да, я буду часа два, но... Давай, ну, я... И массаж сделаю. Давай. Хорошо. Я не могу. Мне же все, я... Да, я... Ознаку послушности. Потому что планшета даже... Бывает мгновений, когда ты можешь только два нажатия ways. Я пойду в адресу, потом нейтрон, щелкасты, на маршруте 568 до Вишневского госпиталя. Главное, тех, кто сейчас присутствует на трансляции, следите, пожалуйста, чтобы всегда оставалось одно место для Ярослава Старуси. Если на трансляции 10 человек я не могу войти. Предельное количество участников заключено. У меня 9 человек. Спасибо. Всем зрителям. Давай мы включим музыку. Ну что, послушаем, дорогие друзья, мантру любви. И всем желаем того же. Ну что, послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Я понял, вы внесли денежные средства, не об этом ты говоришь. Что значит, я могу внести денежные средства, да. Я внесу часть, кто-нибудь из зрителей еще, кто-нибудь внесет часть, давайте создадим целевое инвестирование вопросов. Я готов внести часть средств на регистрацию фонда. Часть. Как вы участвуете? Где сайт? Где об этом будет опубликовано? Как люди могут перечислить деньги? Будет опубликовано. Значит, Олег Сергеевич, осознайте, пожалуйста, о чем это речь. О чем осознать? Сейчас нарежем этот ролик. Ставим реквизиты. Олег Сергеевич. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok